Сегодняшняя задача, во-первых, новый набросок, а наброски это вообще самое главное, чему мы учимся, во-вторых, линейный рисунок, так, и начало заливки. Идея понятна? Хорошо. Я думаю, перегонится ли у техника заливки для того, чтобы изобразить вот этот череп из боку? Вряд ли вы считаете. А если я изображу заливкой район Блазницы, не изображая заливкой с половым углом, если другим тоннам заливки я изображу участок затылочного сектора, при этом выделяя, вот здесь два тонна заливки использования, ближе к затылочному гребню более темным, дальше от затылочного гребня более светлым. Ну а что с вашей точки зрения? При этом объем и детали предмета станут менее понятными или более понятными? Более понятными. Ясна наша задача? То есть сначала линейный рисунок, потом определяем, какие районы выделяем заливкой, и потом заливка. Ну и давайте что-нибудь немелкое, чтобы вам попроще было. А давайте перейдем к фундаментальным вещам. Значит, давайте два человека, не один на два, садитесь на эту парту. Перед вами будет вот этот друг. Это взрослый друг. Ясно, что для каждого из вас угол будет немножко свой, рисунки не будут совпадать, поскольку углы-то разные. Идея понятна? Задача ясна? Вперед. Ну, славно. Поскольку предмет крупный, садитесь вот так вот, с торца. Молодой кабанчик. Давайте молодой, молодой гучок, любитель, вот этот взрослый. А это молодой гучок, да? Такой полкинг. Вот, все. Коль, давай подумаем. Этот рисунок будет при вертикальном листе, при горизонтальном. Прежде всего, не с детальными, а с внешнеконтурными. Разобраться. Обратили внимание, я не знаю, как он был, а с 9, 10, 11, вы лучше не таки. Говорят, это кто? Александр Васильевич? Ты говоришь, да. Он же здесь, у меня сестра убил. А я даже с ним поздоровался. Они так разговаривали, так как... Я же здесь три года не был. Прошу нашу до сих пор в легендах в гимназии, так что... Да, меня же отсюда выгнали три года назад. А вы здесь работаете? Да, больше 20 лет. Не собираетесь? Меня как бы не зовут. На молодых матер работают, а оттуда довольно много народа здесь учится, поэтому они могут знать просто... Совсем не по 43-й. В 45-й... Нет, они про именно про школу. Скорее не знают, потому что, в общем, когда работал, я же работал с 8-го, более старше, и, соответственно, по идее, уже не должно никого остаться. То есть те, кто меня здесь помнил, как это... Вот, а на молодых мать, наоборот, толпа детей, да. Там народ оттуда поступает, естественно. Вот. Другое дело, что те, кто там, коридор... Очень многие из тех, кто реально учился у меня, не здороваются, потому что знают, что это что-то политически невыдержанное и так далее. Вот. Таких, мягко скажем, больше, чем тех, кто здоровается. Ну, это нормально. Ну, совсем... В такой ситуации нормально. Так. Ну, вот, закончим с нагрузком. Укажу я вам ваших родственников. Тех самых легченых холдовых. Технадо. Да, да. Подносим сзади. Где самая левая дочка черепа? Да, дочка. Да, дочка, дочка, да. Все остальные провалили, что у нас на дочке? Да, да. Смотрите, устры. А у вас он вот так облаковал. Ну, теперь ему затылок вот так развернули и выдвинули. Значит, на самом деле, либо вот эта часть верхняя, вот сюда вы себе видите, так, либо вот эту, сзади, сзади. Коль, давай сразу, в чем развернулись. Вот, решим, влотнице дадишь. Так. Мысленно. Иднись и горизонтель. Вот, на этот кончик крови. Она вот так пройдет. Вот такое сечение глазницы. Согласен? А у тебя горизонтель будет проходить. Руку выше. Вот видите, пропорция. Более или менее нормально поднял. Но вот от этой части глазницы вот так вот завершение существенно выше. И самая высокая точка черепа не вот здесь, а вот здесь. Вроде бы небольшой перенос, но на хорму скажется очень сильно. Последний год, когда у меня здесь был математический класс, он был очень сильный. Ну, собственно, я привыкнул. Вот. И, соответственно, когда уже стало известно, что меня через год выгонят, я на урок, на более-менее на все уроки поставил камеру, и мы, в общем, подряд их записывали. То есть, вот последний год, когда класс был в 10-м классе, то эти записи вполне себе есть. И маленькая часть из них выложена, а основная часть, в общем, будет вот этим летом выкладываться. Вот. Так что там вполне разумный курс обучения математического класса. Там анализ, геометрия довольно хорошо разобраны. Почему выгонят за 7 класс? Ну, там, в школу получала грант за это, большие деньги. Поро, то, что это сильнее, вреднее. Чтобы не делиться. Ну, там был вопрос, чтобы не делиться, ни в коем случае. Ну, жадность это. Жадность и жадность. Вот. Вопрос не в этом. В общем, вопрос в том, что вот записи остались. Вот. И, в общем, я их потихонечку буду выкладывать. Школьники там действительно были разумные. Это Волгин? Да, да, да. Это в классе был Волгин. Так что это все было вполне себе. Они отбирают все эти супер-школы очень сильных детей, после чего получают из них средний результат на выходе. Ну, вот если сравнивать по тем же визиадам или 179-е, там дети очень сильные... Еще раз, если отбирать супер-детей... Ну, а если развитие затормозится, что долго если они, допустим, очень благодаря... Все эти школы работают в разы хуже, чем можно было бы. В разы хуже. То есть, при, в общем, самостоятельном обучении дети обычно набивают как-то больше. Самостоятельное обучение вы имеете в виду частного порядка? Нет, просто. Как актернат? Сам ребенок сидит и учится. Обычная реализация. А кто его будет учить, если он не понимает? Все не понимает. Все не понимает. Ну, это вот математика можно, а уже когда алгебра, геометрия, там, записи, это надо? Нет, математика это серьезно, чем алгебра, геометрия. Дети, большинство детей, которые ходили на кружки к классу к шестому, к седьмому выходят на уровень, когда они могут читать книги. А, после чего они нуждаются только во времени. Вот, скажем, Коля Князь выучил. Он привыучил сейчас. Дальше у него, конечно, будут олимпиадные успехи или, наоборот, не будут олимпиадные успехи. Но это показатель как бы его, ну, будет он на это время тратить или нет. По сути, он выучен, потому что он умеет прочитать книгу и понять то, что там написано. Вот, да? Вот мой еще не до конца выучен. Вот ему надо еще чуть-чуть, чтобы он научился понимать письменный текст. Вот еще пройдет чуть-чуть времени, и мой тоже будет выучен. Все, что после этого, от учителя вообще никак не зависит. Вот, математические классы там набирались в 43-й школе после 7-го. За 8-9 класс они обычно были полностью выучены. В том смысле, что дальше уже ничего не зависит ни от меня, ни от кого. кстати, все студенческие, понятно, да? Обычно тоже там уже от преподавателя вообще ничего не зависит. Просто студент уже умеет читать информацию получать обо всем преподавателя. То есть то, насколько он выучен, уже зависит от того, дали ему время получить этот курс или не даже. Может быть, хотя бы в этих школах не так тормозят, или нет? Существует не тормозят. Наоборот, резут в личную жизнь так, что просто... Что вы? не были в нашем школе. Просто лезут, так сказать, интересуются, а что у тебя? В первую очередь нужна свобода. Потому что, чтобы их кормили, поели? Кормили. Да? Нет, разумеется, вот такого типа курса, ну там, жрать, интересный, преподаватель, все очень нужно и так далее, Но в первую очередь нужно время, чтобы прочитать эти самые мышцы. Ну, беспорядок. Потому что, понимаете, когда к ним лезут с идеями «А что ты думаешь? О? А что ты думаешь? О?» А он еще нормально не прочитал эту книгу. «Что ты думаешь? Это на Тихоте?» А он реально прочитал половину книжки еще только. Или даже меньше. Это во всех школах мне кажется, вообще без исключения. И это ужасно. С которой мы ушли 6 лет. Мне вот ощущение было не просто навязываемым мнением, не просто спрашиваемым пиктовки, а полное абсолютно захват из города абсолютно по всем предметам, без исключения, без вопроса, чем ты на самом деле интересуешься, чем ты хочешь сомнаться. Я говорю, не хочешь. Я говорю, просто вот про это чудовищное давление по времени. Когда все время домашнее задание, когда все время следующее задание, и в результате они просто дышать не могут. Вот это расстояние от блазницы, а вот это расстояние от блазницы до горизонта. А вы как сделаете, не получается? не получается. А вот сегодня чем-то реальная граница, вот она. Согласны? Это просто ребро, которое выступает, оно видно, конечно, может, тогда надо показать и нижнюю часть орбиты. Она вот как-то, да? Ну, а теперь давайте смотреть, чем дело. Во-первых, для того, чтобы что-нибудь вышло. надо обязательно показать, что у блазницы есть еще и верхняя часть, вот она. А средняя линия черепа проходит где-то там. Это понятно? А здесь еще один ровный. Ну, пока не весы. Теперь давайте смотреть. Нижняя точка сперед линию пробрасываем. Так. На пол, где и сразу видно, что предчувственные кости более массивные. Вот это линия, ее слишком задали вверх. Так. вот это действительно зверь горбоносый. А ну-ка, на носу самая высокая точка начальника. Где начинается? Перед началом носовой вырезки. Вот здесь. А у вас здесь уже понижение пошло. Вот так. А вот отсюда стыки да, понижение. Как мы немножко подкорректировали вот эту часть. Так. Так. Ну и теперь вот она нижняя часть лазницы. Видите? Налево от нее начинается куалая рука. Вот так. Вот как только вы ее наметите, тут же увидите, что вы ошиблись совсем чуть-чуть. Только посмотрите, вот эта линия продолжения вот этой, вот она. Вот посмотрите, как она начинает. И вот здесь что стоит уже? Да, здесь все уже так. А вот это как раз надо будет заливочкой сделать, потому что это все проведено в упаковке туда, внутрь. Вот попробуйте сейчас район высочного окна сделать. И обязательно иметься вот эту линию. Она очень важна для нормального восприятия формы. Видите ли? Да. Ну а потом что? На самом деле ошиблись совсем-совсем немножко. Вам просто не хватало деталей вот здесь для того, чтобы сориентироваться. Да, у нас что? Так. Дайте. проверить еще раз. Сравните вот эту длину с вот этой длиной. Понятно, что имеется в виду? У меня ощущение, чтобы вот чуть-чуть отходить созданную втеку. Проверьте. Первая линия убала, переношица, там, где-нибудь выступы вверх, вот такие вот холмы, чиповодные. Есть линии? Где? На облажнице. Росфорд вместе яблок. Росфорд вместе линии как раз проваливались. Вот, карандаш прямой, да? Ну, посмотрите, как раз на облажнице линии опустились. Попробуйте показать, что здесь она на самом деле поднимается. У вас сразу можно приблизиться к реальности. Ну, даже для них что-либо. Моговому пропорцию более-менее поймали. Только скажите, где самая высокая часть линии? И носовая вырезка прямо вот такой ширины с высоты углазниться, да? Тольше. Немножко потольше или разом четыре? Ну, в три. Ну, в три. Ну, уговорил. Ладно. Теперь давай смотреть, какую линию будешь? Верхнюю сдвигать вниз или нижнюю поднимать вверх? Нижнюю поднимать вверх. Это во-первых. Во-вторых, вот это высоты видишь. он делит всю вырезку на два сектора. Один сектор вот здесь и двух вырезку. А второй сектор уходит вовну туда. Видишь, аж вот здесь кончаться будет. Вот давай попробуем эту линию убрать и изобразить хотя более-менее. Чтобы не в три раза, а по-моему таки все-таки в четыре. померить соотношение вот этого расстояния от уголка возниться до верхней точки. И вот этого расстояния от верхней точки до весной космический. Что немножко больше? Немножко больше расстояние это будет называться носовой бушкой. Хорошо, согласен с вами. Узнаем, что это. Теперь, как справлять будем выдвигать вперед или задвигать назад и познавшим. Начали посмотреть. Хотя посмотрите как себя проверить. Если вот эту линию продолжите вверх, вот так, она вас пройдет ливием сарабульски. Согласны? А теперь давайте комоначереп это сделаем. А, она сарабульски как раз в эту линию приходит. Вот она высшая точка. Вот так. А вот здесь уже пошел высоко. Но вы на самом деле правы. Можно и вот так еще удременить вперед. И вот тогда соотношение лицевой и мозговой частью черепа приблизится к реальности. Так что вот здесь поправить и здесь. И потом картизунг вам сразу станет на ногу проще работать. А заодно вот знаете мальчники летательные но они сразу меняют представление охотно. Вот эти вот выступы называются они затылочные мышечки. это площадки крепления первого позвонка. Вот здесь как раз суставы первого позвонка благодаря которому нас вообще череп движется. Ну давайте посмотрим. Вот так. не слишком короче. Прямой руль. Подводим к затылочному мышку. Подвели. Видите на каком расстоянии находится вот этот отросток от точки затылоченного мышечка. А теперь у вас посмотрите. Они вас на дымах. Вот эта часть права сгинута. Вот как. Здесь все правильно. А вот это сгинута права. Здесь здесь и вегровые цены. Я тебе советую сейчас замкнуть вот эту линию. вот скуловой дыхания верхняя кромочка это продолжение переходит вот в этот береген. Вот попробую эту время провести у себя. Ну давайте так. А что же вы не довели до рамки? Зачем так дорого? Ведь рамка это высшая точка кромочной кромочной Продолжение следует...